Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти ГИБДД просит водителей соблюдать безопасную дистанцию при общении с сотрудниками ДПС Если ваш автомобиль остановили, то не надо выскакивать из него и торопиться предъявить документы Инспектор спокойно подойдет и озвучит свои требования Также стражам дорожного порядка рекомендовано решать все процедурные вопросы с нарушителями на месте без их доставления в отдел Если это невозможно, то гражданину назначат дату и время визита Трасса 101 Госавтоинспекция приостановила прием экзаменов на права, что в общем-то логично Автошколы сейчас закрыты Когда кандидаты в водители получат возможность обзавестись советным документом Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки Что делать тем, у кого закончился срок лишения прав и необходимо сдавать теорию, не сообщается Добавлю, ежегодно в России водительские права впервые получают более 1 миллиона человек Трасса 101 Любопытные поправки подготовила МВД Они касаются статистических данных о количестве ДТП в России, погибших и пострадавших в них К примеру, из отчетов по итогам года планируется исключить автоаварии, произошедшие из-за нарушения правил техники безопасности Предположим, запустил двигатель, как говорится, на передаче и въехал в препятствие Или, например, у человека за рулем случился инсульт, и он врезался в другую машину Создается ощущение, что страна на бумаге, а не на деле будет стремиться к достижению нулевого порога смертности в ДТП к 2030 году Трасса 101 С 15 апреля для передвижения по Москве на автомобилях будут введены электронные пропуска Как заявили власти столицы, получить их можно бесплатно, к примеру, посредством СМС У документа будет три вида Для поездок на работу, для поездок в медучреждения и для поездок в продуктовый магазин или на дачу За отсутствие пропуска гражданину будет грозить штраф до 30 тысяч рублей Трасса 101 Вы отремонтировали автомобиль после ДТП в рамках ОСАГО Однако качество ремонта вас не устраивает Как поступить в такой ситуации, пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров Как правило, владелец не является специалистом Он только может предполагать, что-то там некачественно выполнено Может что-то увидеть, увидеть там какие-то зазоры не соответствуют по данному автомобилю Лучше, конечно, обратиться к специалистам Наша организация оказывает такую услугу по приемке автомобиля из ремонта Мы составляем акт осмотра Определяем, какие детали были заменены, какие были отремонтированы И соответствует ли этот ремонт тому заказ наряду, по которому был направлен из страховой компании в эту организацию С этим актом осмотра владелец может уже обратиться с иском, либо с каким-то требованием, с претензией их страховой компании и к ремонтной организации Для этого вот обращайтесь к нам, Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловская, 52, телефон 64-5004 Также есть данные все на сайте kirovots.ru На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok